В первый месяц весны сотрудники Тверской полиции провели очередной оперативно-профилактический рейд по пресечению нарушений миграционного законодательства. Мероприятия проводились в два этапа. Проводились с участием различных служб полиции. В ходе работы пресечено 459 административных правонарушений. Примерно четвертая часть административных правонарушений была выявлена со стороны наших земляков, жителей региона, которые не уведомляли органы миграционного учета о фактах нахождения в жилых помещениях, проживания, использования жилых помещений иностранными гражданами. Только за один рейд к ответственности привлекли 96 работодателей. Возбуждено 41 административное дело в отношении работодателей и юридических лиц, привлекающих к работе иностранцев без паспорта, без патента или без уведомления о заключении с иностранцами трудовых соглашений. Кроме того, в ходе рейда возбуждено 18 уголовных дел по фактам фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. На сегодняшний день существуют довольно-таки серьезные санкции для работодателей. В ходе мероприятий судами были вынесены решения в отношении нескольких юридических лиц о приостановлении вообще деятельности предприятий. Штрафные санкции у нас достаточно серьезные, предусмотрены кодексом об административных правонарушениях. В отношении юридических лиц они исчисляются десятками, а иногда и сотнями тысяч рублей. Поэтому считаю, что на сегодняшний день проще и даже, я бы сказал, прагматичнее соблюдать законодательство, чем его нарушать, поскольку есть и отработан алгоритм по выявлению и пресечению правонарушений. В таких рейдах неоднократно участвовала и патрульная служба. Совместно с участковыми, уполномоченными полиции, сотрудниками подразделения по вопросам миграции, ГИБДД, на проверки нередко выходили и бойцы ОМОНа. Факты нарушения законодательства Российской Федерации всегда выявлялись. Финансовые потери и удары по репутации в таких случаях очень ощутимы. А потому, уважаемые работодатели, не нарушайте закон. Тем более, что оперативно-профилактические рейды и иные проверки будут и дальше регулярно проводиться на территории Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok